так приветствую дамы и господа завершаем наши наши общения по зернам последнее зерно это натуральное зерно но прежде чем говорить о натуральном зерне я расскажу о зерне так называемом керамическом то что сейчас вот очень часто на зарубежных камнях если пишут а вот на лента в частности это у нортонов такое у трема такое встречается японцы прекрасно владели этой технологии так называемое керамическое зерно что такое керамическое зерно на самом деле это скажем сложно составное зерно то есть грубо говоря если у нас оксид алюминия имеет какую-то допустим вот такую формочку вот такую формочку вот ну например это там например тысячник до 1000 вот то сегодняшние технологии они позволяют это же зерно но сделать сложно составным то есть грубо говоря сделать из спечь из большого количества маленьких таких зерен вот ну у японцев таков пример это их чизера это да на самом деле достаточно камней у японцев которые в общем они фактически сейчас везде пихают эту технологию ну вот если вы на камне видите там какое-то упоминание керамики то можно говорить о том что вот это именно вот эта технология в чем фишка фишка в том что когда вот здесь вот этот наш тысячник да ну и это грубо говоря тысячник но он состоит там из например там шести шеститысячников или там ну шести зерен до 6000 спеченных или там ну там может быть я не знаю это может быть восьми зерен восьмитысячных в чем фишка в том что зерно работает когда у нас обламывается оксид алюминия мы говорили о том что он обламывается за округленными за округленными вот такими вот краями вот то здесь отламывается вот такой вот кусочек вот такой вот кусочек там вот то есть маленькие такие кусочки нифига не вернила так поближе покажу наверное это сложно составное зерно вот и то есть вот эти вот маленькие кусочки они они отламываются и постоянно все равно остаются острые края которые работают 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 Таким образом, тот недостаток зерна оксида алюминия, который есть, он нивелируется вот этой технологией. Вот. Называется такая технология, я же говорю, это как бы керамическое зерно. По сути, алюма-керамика, в принципе, это тоже зерно, но она без связки. А керамическое зерно, его просто выращивают, его испекают нужного размера. Во-первых, таким образом можно добиться прекрасной чистоты самого зерна. Во-вторых, оно агрессивное, оно имеет повышенную образивность, естественно. И вот это потом, это зерно, оно там закидывается на любимую, опять же, японцами магнозиальную связку. Вот. И работает. Что по итогу мы имеем? Мы имеем достаточно относительно долгий ресурс камня за счет того, что зерно ломается по чуть-чуть. Вот. Связка достаточно, там, относительно, опять же, магнозиальная связка, она относительно твердая. То есть, неплохо держит форму. И при этом мы не теряем в скорости работы, в абразивной способности камня. Вот. И то зерно, которое, опять же, выбивается, и оно там играет в суспензии, оно потихонечку дробится на этой суспензии. И мы получаем достаточно тонкий результат и повышенную абразивную способность. Почему я в натуральные зерна запихнул именно керамическое зерно? Потому как, по большому счету, натуральные точильные камни, они, во-первых, они состоят из... Да, если здесь у нас оксид алюминия, то натуральные точильные камни в основном состоят из оксида кремния. То есть, именно это зерно нас более всего интересует. Но сам вот этот оксид кремния, он по своей структуре, он напоминает вот это керамическое зерно. Вот. То есть, в природном виде. Соответственно, те природные камни, которые пригодны для заточки, они имеют вот приблизительно такого же типа, только это все создала природа. Вот. И вот эти вот частички оксида кремния, они почти так же работают. Ну, понятное дело, опять же, в натуральных камнях нету такой, наверное, скорости работы, как в синтетических камнях. Но, несмотря на это, после натуральных камней, в частности, если мы говорим о натуральных камнях, ну, сейчас тоже подойду, наверное, постепенно ко всему этому. Короче говоря, схожесть натурального камня и вот этого зерна натурального камня, да, и вот этого керамического зерна, она где-то есть, поэтому я все это дело запихнул в одну тему. Значит, по натуральным камням, по большому счету, их разделяется как бы на два типа. Это по доводочным, наверное, поговорим. Нет, давайте в историю. Как пошла в историю? История пошла приблизительно так. Сначала синтезировать ничего не удавалось и работали только на натуральных камнях. То есть, с самого начала заточки по самый финиш использовались те продукты натуральные, те, там, абразивы натуральные, которые удавалось находить. В частности, для грубой средней заточки это в основном были песчаники. Вот, но со временем развития абразивной промышленности, там, умение синтезировать зерно и т.д. Вот эта штука ушла, потому песчаник очень сильно, то есть, его синтетика вытеснила полностью. Поэтому, фактически, песчаники сейчас не применяются, ну, по своей ненадобности. Вот, по доводочным. Вот в доводочных как раз работах, там натуральные камни, они до сих пор используются. Причем, у них есть уникальное свойство, это делать так называемый микронаклеп. Вот, но это, опять же, не суть. Значит, по натуральным камням разделяются две категории. Это сланцы и это кварциты. Кварциты, микрокварциты и т.д. Одним из самых таких распространенных микрокварцитов, которые на сегодняшний день есть, это Арканзас. Который, по сути-то, на 96, по-моему, 97, короче, процентов состоит из этого самого оксида кремния. И, несмотря на то, что зернового Арканзаса, там, у того же, допустим, транслюцентного Арканзаса, где-то в районе 70 микрон, то, во-первых, сами зерна, они же вот такой вот структуры. Во-вторых, они настолько плотно, очень плотно друг к другу находятся, что по итогу они выдают очень тонкий результат на выходе. Поэтому натуральные камни, именно вот из-за этого свойства зерен, они не маркируются в гритах там или еще что-то. Почему? Потому как, ну вот опять же говорю, тот же транслюцентный Арканзас, у него зерно 10 микрон. Соответственно, работать он может от 10 микрон, ну то есть выдавать поверхность, как синтетическое зерно, от 10 микрон и вплоть до чуть ли не там 2-3 микрон. Вплоть до, наверное, может быть даже до 1 микрона на некоторых сверхтонких камнях. Ну вот, ну если мы говорим опять же о качественном Арканзасе. Из наших камней, которые были в Советском Союзе, наверное, на сегодняшний день единственный, который интересен, это байкалит или же байкальский микрокварцит. У него схожие свойства с Арканзасом, но несмотря на это тут его надо понять, потому как он вроде как работает несколько грубее и агрессивнее. С другой стороны, после него на некоторых стали кромка даже более агрессивная, чем у транслюцентного Арканзаса. Поэтому камень, он достаточно достойный. Он даже в свое время экспортировался в Японию. Вот, в Японию также экспортировался и Арканзас. Они там все это дело обрабатывали, уже под своими брендами продавали. Что касаемо сланцев, там почти все то же самое, за исключением того, что сама порода мягкая и присутствует эффект выглаживания. Если Арканзас работает с маслом, у него зерно, то есть он фактически не стачивается, он делает микронаклёвок, он делает такие, ну, кромка после Арканзаса матовая и фактически без риски. Вот, после хорошо доведенного. То сланцы, они, причем рез очень агрессивный. И Арканзасы в основном используются либо на ножах, либо на каком-нибудь инструменте, типа штихилеи, типа стамесок и т.д. Потому как он очень сильно упрочняет кромку на тех сталях, которые позволяют. Но, опять же, если мы говорим о том, что в основном когда-то, да, по истории, когда это все дело находилось, были простые стали. То есть порошков особых не было. Если японские стали, которые любят 62 единицы твердости и выше, особо-то не присутствовали, в частности, в Штатах, то вся Европа, Штаты, они предпочитали Арканзасы. И они выдавали на тех сталях, которые были в доступе на тот момент, достаточно интересные результаты. Что же касаемо сланцев, они по большому счету в природном виде, опять же, они работают наподобие хорошего японского водника. То есть не работают в основном с водой, за редким исключением с маслом. Вот. Работают они с суспензией. И вот как японец выдает суспензию, и эти зернышки, которые хорошо обновляются, и ты на японском синтетическом камне, в частности, у японцев это оксид алюминия. Здесь у нас оксид кремния. Вот. И сланцев самые, скажем, агрессивные, да, и при этом достаточно тонкие считаются бельгийские сланцы, так называемые ББВ. И катикул. Там два типа сланцев. Желтый бельгийский сланец и голубой бельгийский сланец. Вот. О нем, наверное... Ну, у меня был где-то обзор по этим камням. Еще есть новый камень. Я, наверное, как-нибудь сделаю по нему обзор. Ну, в общем, эти сланцы считаются самыми агрессивными. На втором месте после них, ну, из тех, которые мне знакомы, это уэльские сланцы. Уэльские сланцы, они очень недооценены, потому как они особо, в общем, не распространены, и сюда они не особо заезжают. Но вместе с тем, они могут дать тоже очень интересные результаты. По немецким сланцам они к нам ближе. Это тюринский шифер и тюринский шифер черный-серый. Причем там эти сланцы от Эшера. Они тоже там прям отборный сланец, который тоже дает очень хороший результат. Так, в Советском Союзе где-то там тоже вроде как нашли что-то похожее, и на нем его можно встретить достаточно сейчас в большом количестве на барахолках. Вот, как он работает, я особо не могу сказать, потому как, ну, так я попробовал, но он меня не особо вдохновил. Возможно, я не умею на нем работать. Короче говоря, сланцев достаточно большое множество, в принципе, и там есть, помимо Эльцам, какие-то шотландские, какие-то там, в общем, достаточное количество точильных камней, потому как все в мире точили. У Китая основной их сланец это так называемый Гуанси. Вот, он, кстати, вот именно тот сланец сделан очень интересно, потому как, как позиционируют его китайцы, это типа сланец древесного угля, в общем, древесные мозаики. В чем фишка? В том, что древесный уголь, он с давних, ну, достаточно с давних времен, он был как доводочный абразив. Опять же, то есть люди нашли его тонкие абразивные свойства и по истории брали какой-то твердый камень, брали вот из костра буквально золу, натирали этой там золой, углем натирали этот камень и доводили уже режущий инструмент, возможно, даже бритвы, хотя вроде как брились ножами. Грубо говоря, режущий инструмент доводили вот на каком-то притире, достаточно твердом, именно натертым вот этим вот углем. Вот, то есть абразивные свойства угля, они были достаточно давно известны и применялись. Ну, и в частности, китайский сланец, вот этот Гуэнси, да, по сути, это просто хорошо там запрессованный многими миллионами лет, вот, древесный там уголь или то, чего от него осталось. Вот, очень интересный тонкий камень, работает он, в общем-то, там на уровне порядка 12, там, чуть ли не до 15 тысяч грит. И, несмотря на это, есть, люди их часто не понимают по двум причинам, наверное, потому что, с одной стороны, на него надо выходить уметь, во-вторых, народ настолько уже разбалован синтетикой, особенно японской синтетикой, что, конечно, скорость работы Гуэнси по сравнению с японской синтетикой, ну, это небо и земля, то есть, уже говорят о том, что он очень медленный, там, ты-ты-ты-ты-ты, но, несмотря на это, есть достаточное количество людей, которые все же предпочитают, ну, это, что касаемо, наверное, бритв, возможно, стамесок, люди предпочитают финишировать именно на Гуэнси. Вот. Ну, в общем, позернул, вроде как, наверное, все рассказал, чего знал, чего, может быть, забыл, может быть, еще расскажу, задавайте вопросы, пообщаемся. Все. Потом следующие темы у нас идут, это маркировки таблицы гритностей и ножевые стали. И потом уже, наверное, будем переходить к рассмотру камней отдельно, заточки отдельно. А, еще связки, еще по связкам будет тема обязательно. Все. Всем большое спасибо за внимание. Понравилось? Ставьте лайк. Есть вопросы? Пишите. Пока-пока.